Инфляция в Тверской области продолжает снижаться. Таковы данные регионального управления Центробанка. Какие факторы повлияли на замедление маховика роста цен и что нас ждет в среднесрочной перспективе? Выяснял Роман Быков. До 12,47% замедлилась в октябре инфляция на территории нашей области, если говорить о годовом измерении. Такова статистика отделения Тверь Банка России. Там отмечают, что среди основных причин расширение предложения на рынке продуктов питания. На это повлияли увеличение льготного кредитования и ограничение экспорта отечественного продовольствия. В итоге по многим позициям цены начали ползти вниз, либо замерли. Увеличилось предложение на рынке в Тверской области, что повлияло положительно на снижение цен на товары. Как на мясо, так и на мясную продукцию. Мясная продукция это колбасы, сосиски, сардельки, фарш. За счет увеличения посевных площадей и хорошего урожая в текущем году начали снижаться цены на картофель. Ослабление потребительской активности скорректировало цены и на автомобильном рынке. Например, спрос на шины снижался вслед за падением количества продаж легковых машин. А достаточный запас покрышек привел к замедлению темпов их стоимости. Также люди стали приобретать заметно меньше товаров длительного пользования. В том числе и потому, что затарились именно волне ажиотажа в начале весны. Что касается ближней и среднесрочных перспектив, то в центрованке смотрят с осторожным оптимизмом на инфляцию. Если в этом году она должна быть в районе 12-13% по итогам года, то в следующем году 5-7%. А к целевому своему ориентиру 4% она должна снизиться в 2024 году. Но все это, конечно, при условии сохранения нынешней ситуации. Как в плане поведения простого населения, так и властей страны. А также внешнеполитических факторов в последнем случае остается надеяться на верность прогнозов экспертов. Многие из них, в том числе и зарубежные, говорят, что список действенных санкций Запад уже исчерпал.